Почему легкие планеты дымят и как их спасти? Так звучит тема лекции, которую прослушали участники всероссийского конкурса «Большая перемена». Напомню, сейчас в Ханты-Мансийске проходит вторая смена полуфинала для школьников 8-10 классов и студентов, получающих среднее профессиональное образование в Уральском федеральном округе. Сегодня на протяжении дня им предстоит решать кейсы по 12 направлениям. А перед этим ребята получили мотивационный заряд от успешных людей и посетили различные лекции. Одна из них была посвящена лесным пожарам. О том, как с ними борются югорчане, рассказал начальник пресс-службы Главного управления МЧС России в регионе. В частности, Вадим Симоненко объяснил, как работает самолет «Амфибия» Бе-200, сколько воды забирает и куда сбрасывает, а еще затронул тему защиты от лесных пожаров. Мы в целом беседовали о том, как этого не допустить, то есть как не допустить возгорания, как предупредить огонь, как его потушить. То есть, ну вот, последний вопрос в конце занятия задавали, вот мы ехали по дороге, увидели на поле огонь, как его можно потушить. То есть элементарно, либо затоптать, либо захлестыванием с помощью веток. Но опять же, если он не разросся до таких размеров, когда может угрожать самому человеку. Тогда, конечно, в любом случае сообщить 112, по номеру 112. Мне лекция действительно помогла, она развила много мифов. Я узнал о том, что если вы окружены пожаром, то в водоеме будет тяжело спастись, так как воздух очень сильно раскален, и вы можете просто-напросто сжечь себе легкие. В Ханты-Мансийске в прямом эфире телеканала «Югра» претенденты на посты директоров департаментов культуры и спорта предоставляют свои программы. Напомню, в регионе сейчас вакантны две должности. Руководители окружных департаментов отбор проходят в несколько этапов. На первые заявки подали 33 кандидата. К голосованию допущены 16 соискателей. Югорчане могут ознакомиться с претендентами и проголосовать на управленческом портале «Команда Югры» до 24 августа. Авторизоваться нужно через портал госуслуги. Кроме эфира телеканала, трансляция доступна в группе региона ВКонтакте. Добавлю, что окончательное решение о назначении на должности директоров ведомств примет губернатор Югры Наталья Комарова. В Югре проходит досрочное голосование. Его проводят для жителей труднодоступных территорий и для сотрудников предприятий с непрерывным циклом работы. Участковые комиссии уже выезжают к избирателям в Белоярском, Березовском, Кандинском, Нефтьюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Советском, Ханты-Мансийском и Сургутского и районах. В последнем муниципалитете в этом году проходят сразу 18 избирательных кампаний. Губернатора Тюменской области, 6 главпоселений, депутатов в Думу муниципалитета и 10 в Совет депутатов. Территориальная избирательная комиссия определила участковые комиссии, которые будут выезжать, вылетать и плыть по рекам в 10 поселений. Уникальный маршрут предстоит сотрудникам УГУТа. Чтобы посетить стойбище коренных жителей Югры, им придется около пяти дней ехать на лодке. Если говорить о вертолетных путешествиях, то в Сургутском районе их запланировано 8. Когда мы летаем, мы стараемся заблаговременно обзвонить, предупредить о том, что будет в этот день досрочное голосование, к вам прилетит борт. И ханты, в принципе, стараются объединиться где-то, может быть, у одной семьи. Говорят, что мы все будем в таких-то юртах, мы летим туда. Так удается максимально набрать количество голосов, чтобы не летать впустую. В Нефтьюганском районе нарушение правил обгона обернулось пятью пострадавшими. Произошло это накануне. 39-летний водитель Ниссана, обгоняя впереди идущий транспорт, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречной Киа под управлением 48-летнего мужчины. В результате травмы получили пассажирка Ниссана, водитель корейской машины и три его пассажира, двое из которых несовершеннолетние. Всего за минувшие сутки на дорогах Югры произошло 4 ДТП, в которых погиб один человек. Пострадали 9, в том числе трое несовершеннолетних. 17 угорчан попались госавтоинспектором с признаками опьянения. 222 выехали на полосу встречного движения. Еще 44 пренебрегли правилами перевозки детей. Югорские предприятия повышают производительность на фабрике процессов. Обучение проходит в Канты-Мансийске на базе технопарка высоких технологий. Там специалисты проводят для представителей компаний игровые тренинги. С помощью такой методики сотрудникам доступно показывают, как за счет перестройки рабочих процессов, внутренней логистики и системы распределения задач можно повысить эффективность производства. К слову, сейчас такое обучение могут проходить только компании-участники нацпроекта производительность труда, который соответствует критериям по тростливому направлению. Но в скором времени прокачать свои навыки смогут и другие югорские предприятия. У нас есть несколько запросов уже от компаний, которые не могут стать участниками проекта по критериям, но при этом им интересно пройти вот такое обучение, прокачать свои команды. Поэтому мы сейчас разрабатываем именно региональную программу, где мы могли бы дополнительно для таких компаний делать вот именно фабрики процессов в виде коротких тренингов. Школа креативных индустрий открывается в Сургуте. Она появится на базе детской школы искусств номер один. Сейчас идет прием заявлений от юных югорчан от 12 до 16 лет. За два года обучения подростки смогут познакомиться с основами искусства, звукорежиссуры, фото- и видеосъемки, анимацией, 3D-графики, а также интерактивными цифровыми технологиями виртуальной и дополненной реальности. Причем не только в теории, но и на практике. В студиях дети будут заниматься по 8 часов в неделю. Каждый выпускник школы креативных индустрий получит сертификат об обучении. В Югорске появится новая воркаут-зона. Тренажеры под металлическим навесом установили в парке на улице Менделеева. В скором времени здесь оборудуют площадку для уличного футбола, гимнастические брусья и стойку для велосипедов. Напомню, проект парка по улице Менделеева победитель голосования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На его благоустройство выделено больше 12 миллионов рублей. В этом году здесь также обновят тротуары, входную группу и организуют площадку для выгула и дрессировки собак. Отмечу, обустройство парка входит в карту развития региона. За ходом работ следит команда Югры. Югорчан научат зарабатывать на сельском хозяйстве. Фонд развития Югры «Мой бизнес» запускает новый сезон ежегодного проекта «Школы начинающего фермера «Я фермер Югры». Обучение стартует 20 сентября. За два месяца участники получат знания, необходимые для успешного введения дела. Узнают о молочном и мясном животноводстве, выращивании овощей, разведении рыбы, овладеют секретами сбора и переработки дикоросов. Формат обучения онлайн, участие бесплатное. Добавлю, выпускники школы смогут представить экспертам свои бизнес-проекты и получить поддержку для участия в грантовом конкурсе «Агростартап». В Югре появится центр, опережающий профессиональной подготовки. Об этом сообщает Департамент образования и науки Югры. Его откроют уже 1 сентября на базе Сургутского политехнического колледжа в рамках национального проекта образования. Воспитанникам будут предоставлены функциональные зоны – каворкинг, аудитория, трансформер, зона проектной деятельности, лекторий, компьютерный класс, видеостудия, медиазона. Все, что нужно для ускоренного профессионального обучения или повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Сейчас уровень подготовки центра к открытию оценивается в 98%. Школьники Сургутского района начнут учебный год на новом оборудовании. Восемь образовательных организаций оснастили современными гаджетами. На общую сумму – 22 миллиона рублей. Это стало возможным благодаря региональному проекту «Цифровая образовательная среда» – нацпроекта образования. Его реализация находится под контролем команды Югры. Так укомплектовали по две школы в Белоярском и Федоровском, четыре – в Ленторе. Монтаж оборудования уже завершен. С нового учебного года педагоги и ученики смогут работать на новых проекторах, многофункциональных устройствах, ноутбуках, интерактивных комплексах. При необходимости смогут использовать видеокамеры и телевизоры. Всего в Сургутский район поступило более шести сотен единиц техники. Данное оборудование будет размещено в специализированных кабинетах, естественно, научных дисциплин – это кабинеты географии, биологии, физики, химии, что позволит на более высоком уровне обучающимся осваивать образовательные программы, применять это оборудование при проведении лабораторных работ, экспериментальных работ и проектной деятельности. Югорские дикоросы попробуют на вкус жители Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» представители фонда «Мой бизнес» помогают расширить географию торговли кандинской компании «Регион Ка». Она производит более полусотни сладостей и разносолов из даров тайги, варенья, джем, мармелад из шишек, ягоды, перетертые в сахаре, белые грибы и подосиновики в маринаде и многое другое. Сейчас югорские предприниматели проходят инспекционный контроль на соответствие требованиям и стандартам халяль, а также по сертификации органических продуктов, сушеных грибов и замороженных ягод. Первая в Югре медиашкола креативных индустрий набирает учеников. 24 сентября стартует трехдневный курс, посвященный созданию подкастов. Приглашенные эксперты раскроют югорчанам секреты написания успешных сценариев для разговорного контента, научат его монтировать, а также создавать аудиозаставки и джинглы. Записаться на обучение могут жители региона, которым уже исполнилось 18 лет. Напомню, медиашкола совместный проект телерадиокомпании Югре и продюсерского центра «Красная лодка». Она находится в гостинице «Олимпийская». На сайте школы можно познакомиться с расписанием всех предстоящих образовательных интенсивов и уже сейчас подать заявку. По итогам конкурсного отбора на каждый поток попадут до 25 человек. Курсы являются бесплатными, так же как проживание и питание. В течение образовательного курса мы поделим вас на команды, и в конце каждого интенсива, каждого курса вы должны будете защитить свой проект. Выбирайте свою тему в медианаправлении, приезжайте к нам, обучайтесь, делайте свои медиапродукты. Медиапродукты, получается, Югры в целом всего региона лучше, качественнее, креативнее, а мы будем стараться помочь вам в этом.